тема сегодняшнего занятия может ли косметология заменить пластическую хирургию и наоборот если цель пациента выглядеть моложе не обязательно прибегать к радикальным мерам выглядеть хорошо и молодо поможет и косметология я хочу показать вам макет кожи он представлен слоями более поверхностно располагается ретикулярная сосудистая сеть она создает цвет кожи у кого-то лицо ярко-розовое значит очень хорошо выражен вот этот слой более глубоко находятся сосуды это артерии вены лимфатические сосуды далее мы видим жировую прослойку которая собственно говоря создает нужный нам объем с возрастом жировая прослойка становится меньше и мы получаем такое худое лицо с возрастом становится за счет того что жир редуцируется его становится мало поэтому когда мы говорим о возвращении объема щекам скулам вискам лбу мы должны говорить о наполнении этого слоя такие процедуры например как химический пилинг поверхностный такие как ультразвуковая чистка или мезотерапия будут нет на глубине вот этого поверхностного слоя если мы будем говорить о биоревитализации мы будем обсуждать уже более глубокий слой и если мы будем говорить о лазерных процедурах мы будем говорить о стимуляции коллагена здесь я специально нарисовала коллагеновые волокна которые мы будем стимулировать лазерными процедурами область работы хирурга это слои которые лежат ниже это безусловно жировая ткань это мышцы которые стоит подтянуть когда выражен птоз и смаз лифтинг когда нужно потянуть вот систему которая на котором это все держится в наше время косметология способна творить буквально чудеса еще 20-30 лет назад практически всем делали круговые подтяжки лица если мы говорили о молодости настоящее время благодаря введению филеров мы можем получить практически такой же эффект если для этого есть четкие показания пациента если речь идет о поверхностных и мимических морщинах безусловно мы будем выбирать косметологию и тут мы можем предложить несколько вариантов либо это биоревитализация биорепарация увлажнения и тем самым разглаживание этих морщин либо это введение бутылу токсина которая избавляет от нежелательной мимики пациента когда мы работаем с губами мы не всегда говорим об объеме как правило и настоящие тенденции таковы что мы придаем губам прежний объем прежнюю форму и избавляемся от кисетных морщин над верхней либо над нижней губой если пациент приходит с проблемой сосудистых звездочек или по-медицински это купероз то в этом вопросе тоже безусловно может помочь косметология говоря косметологии еще хотелось бы поговорить о лазерных методиках еще лет десять назад мы не могли вернуть кожи упругость потому что не было такой процедуры как биоревитализация и аппаратные методики представлены были недостаточно широко настоящее время с помощью лазерных методик мы можем простимулировать свой собственный коллаген вернуть кожи упругость тем самым возвращая время вспять есть ряд вопросов которые можно решить только благодаря пластической хирургии грыжа верхнего и нижнего века безусловно этот избыток и сформировавшийся жировой пакет можно убрать только хирургически безусловно избыток кожи который сформировался выраженный избыток кожи у лиц с патетическим то есть с опускающимся типом старения может решить только хирургия это такие операции например как изменение формы носа эндоскопическая подтяжка лба и поднятие бровей с помощью этой операции а также формирование скул скул